Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Управляет ли Бог свободой человека? Или последнее абсолютно? Бог сознательно ограничил своё всемогущество, по отношению к человеку. Он может всё, и мог бы с нами сделать всё, что угодно. Не только отомстить подлецу и предателю, не только остановить руку бандита, но и даже испепелить его тогда, когда тот только замыслил преступление. Но надо сказать, что вся земля прекратила бы своё существование в один момент, ибо нет человека, который в той или иной степени не хотел бы как-либо согрешить, в том числе за счёт другого человека. Ведь не обязательно мы должны думать только лишь об убийстве. Ложь, креветам, предательство, серебролюбие – это всё то, что так или иначе улучшает твою жизнь за счёт других. Поэтому, друзья мои, по воле Божией наша свобода абсолютно. И Господь постоянно нам говорит через Писание, шёпотом любви, рупором страданий, о том, что вот добро, вот зло. Сюда не ходи, и здесь возможно падение сосулек или кирпичей дореволюционного фасада. Сюда иди, здесь мягенькая дорожка. Можете, она узкая, но она прямая, она ровная, ты не споткнёшься. В конце тебя ждёт счастье, радость, мир и тишина. То, чего ты ищешь всю жизнь и никак не найдёшь. И человек, как абсолютно свободное существо, должен откликнуться на призыв. Почему у нас не может быть медитации или каких-то сильных молитв, только молитва, как диалог с Богом? Именно потому, что мы свободны. Бог может откликнуться только на просьбу, только на разговор, только во время встречи у человека с Богом может произойти какой-то диалог. Нельзя что-то прочитать особенное, и Бог будет обязан тебе помочь. Или наоборот, навредить тому, кому ты зла желаешь. Справедливо, конечно, это ж. Мы ж никому не желаем абсолютного зла просто так. Мы хотим отомстить, мы хотим справедливости. И чтоб там неповадно было, чтоб там горели в аду все наши недруги. Поэтому это страшный дар. Человек всю свою жизнь пытается от него как-то избавиться. Даже внутри православия мы это видим. Ты всё время хочешь переложить ответственность за принятие решений на кого-то другого. На духовника, просто на батюшку. Ищешь старца каких-нибудь, который скажет, как правильно поступить. И ладно бы, если правильно поступить, чтобы не потерять царство Божие. Для этого достаточно этой книги. Мы же хотим, чтобы больше заработать, сохранить, преуспеть. у нас земные и только земные просьбы. Так что дар сложный, дар непростой, но именно потому мы способны к обоженью. Ибо это часть того, что называется созданием человека по образу Божьему. Творчество, свобода. Я искренне желаю всем нам употреблять её во благо, быть детьми Божьими, а не рабами, или только лишь слугами. радовать его и пользоваться этим инструментом во славу Бога, Церкви, Отечества, во благо всех тех, кто нам дорог, и достижения Царства Божьего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова